Специальный человек приходит в ваш подъезд и выносит за вас же мусор. Для кого-то это мечта, для Балашихи уже работающий цифровой сервис по сбору мусора. А работает это так. Все свои твердые отходы от стекла и до пластика жители собирают в отдельный пакет, а затем просто оставляют его в специально отведенном месте на лестничной площадке. Дальше в ход идет мобильное приложение «Сборбокс». В первый раз там нужно будет зарегистрироваться, дальше мусор будут забирать всего по одному нажатию. Соответственно, мусорка у меня всегда пустая, в том плане, что какие-то такие бытовые отходы пищевые, они компактные, они всегда маленькие. То есть что у нас там больше всего? Бутылки из-под молока, коробки из-под яиц, вот эти громоздкие, которые ни в мусорку не влезают, никуда не влезают. Бутылка из-под воды, опять же, она никуда не влезает, чтобы это с утра не тащить все вот это на себе. Я говорю, ну, вышел, нажал на кнопочку, взяли, забрали. Почему бы нет? Это очень удобно. А еще это бесплатно. Никаких дополнительных условий, подписок и прочих затрат. Секрет кроется в этих цифрах. Москва и Подмосковье – это почти 20 миллионов человек, и на каждого приходится примерно полтонны твердых отходов в год. Если все это сдать и продать, получится до 40 миллиардов рублей. Так этот сервис и работает. Вам помогают избавиться от мусора, а дальше он отправляется на переработку. Жителям, кстати, предусмотрены бонусы. Пользование сборбоксом для жителей абсолютно бесплатно. Больше того, пользователи имеют возможность получить специальные условия и скидки от продуктовых магазинов и скидки на различные услуги. Если мотивация жителей теперь понятна, то что же со сборщиками? Обычно это те же дворники, которые благодаря сборбоксу имеют дополнительный заработок в 10-20 тысяч рублей. Их работодатели, управляющие компанией, явно будут не против таких доходов своих сотрудников. Ведь благодаря сборбоксу мусора у жильцов действительно почти не остается. А это экономия на вывозе. Сборбокс, это облегчает для нас. Меньше вывозим теперь мусора. Второе, это жители довольны. Сборбокс опробовали в Москве, теперь он работает и в Подмосковье. На данный момент это единственный цифровой сервис, реально облегчающий как утилизацию мусора, так и в целом жизнь своих пользователей. Дополнительную информацию о сервисе можно найти на сайте компании сборбокс.ру. Александр Акишин, Нелли Ефимкина, новости 360. Впервые он вышел в поле охранять стадо, будучи еще школьником в конце 50-х. Решил помочь одному из местных отарщиков из колхоза и немного подзаработать. Но тогда даже и представить не мог, что со временем буквально влюбится в эту работу и останется в ней навсегда. Сегодня Владимир Морозов один из старейших пастухов Новохоперского района, более чем с полувековым стажем. Все у меня есть, все я нажил, здоровье пока еще есть, я просто радуюсь, что я так поступил. Вот. А когда был молодый, я думал, что как-то стеснялся, вроде ребята покончали там какие-то то техникумы, то училища, работали, а я пастух. Я всю жизнь в сапогах хожу. Вот. Ну а сейчас я не тужу. И со мной сейчас здоровкается, и они надо мной удивляются. Ты, говорит, действительно живешь, а мы, говорит, нет. Вот. С весны до осени ровно на полгода Илань-Коленовцы доверяют свой скот Владимиру Викторовичу и его напарнику Михаилу. В этот период пастухи полностью отвечают за здоровье, безопасность, сохранность, доступ к естественному питанию, четырех сотен овец и коз из местных подворий. Работают напарники сменно, каждый по двое суток. Следят за режимом дня животных. В 8 утра уводят гурт на выпас до обеда, за пару километров от загона. В 12 возвращают стадо обратно. После тихого часа с 16.00 и до заката вечерняя прогулка по лугу. Ежедневно работники степи нахаживают километров по 15. В команде пастухов и четвероногие охранники. Во время прогулки следят за тем, чтобы копытные не разбегались. Не как мы пасем, как они. Если не было в собак, то тут не выдержишь. Потому что так проходишь помного, а без собак это кошмар будет. Сейчас то жара, то непогода, то голод, грызет скотину, она бежит, то на бас. Все надо. Тут же поля кругом. Надо, чтобы не упустить их. Вот так. Собака играет большую роль. Дали кругом там. Куда, пошел один ко мне. На мне иди. Там, дали. Дали там. Рекс, можно сказать, ударник труда. По характеру пес скромный, от большого внимания к нему немного смущается. Однако во время работы на присутствие нашей съемочной группы не отвлекался и охранял животных добросовестно. Сейчас время отдыха. Умница из умницы. Семь лет кобелю вот. Очень боятся. А если никакая не боится, то я ему подсказываю. Дай. Дасть. Ущипнет немножко ее. Вот она сразу в стаду бежит. Еще один инструмент для работы пастуха – посох. Основная его часть сделана из ореха. Яблочная клюшка называется. Это кольцо. Все это смонтируем. И, значит, получается, называется татарок. Вот. Без него пастух не может работать. Руками овцу не поймаешь. А это я ее за ножку. Она спокойно там ведет себе. Прохладная свежесть местной речушки, принесенная легким ветром, запах трав и тишина живописных просторов наполняют рельефную панораму коленовских угодий, рассекаемую фрагментами квадратов распаханных черноземов. Эти десятки гектаров, непригодных для засева земель, территория березовского отделения бывшего колхоза «Большевик». Трудно представить, но до его реструктуризации раньше здесь бурлила жизнь. Теперь же остались лишь эти руины колхозного двора и степь. Было очень хорошо, весело. Здесь были разные структуры, ну, сельский совет, школа, медпункт, был магазин, все свое было здесь. Когда сюда приезжаешь, как-то чувствуешь свою родину. Вот это вот. Детство помнишь, как тут раков ловил, там это. У нас мост был, у нас как бы там пляж был. Анатолий Владимирович друг Владимира Морозова. Сейчас живет в Калачеевском районе, а детство провел в уже несуществующем поселке Березовский, по соседству с пастухом. Занимались тут растеневодством и разведением дойного стада. В 70-х, после укрупнения колхоза, коров вывезли за несколько километров отсюда. Многие жители лишились работы и уехали. Последняя семья покинула поселок в середине 80-х. А с 1993-го, теперь каждый сезон, чтобы работать здесь, на родной земле, Владимир Викторович паркует свой вагончик. Портрет Брежнева, пара кроватей, газовая плитка с баллоном, старинная лампа, удобство апартаментов. Умывальник на улице, а внутри передвижной сторожки – птичье гнездо, куда каждый год прилетает ласточка. На двери – коллекция подков. Все эти подковы я нашел на этом колхозном дворе. Тут и колхозный двор был, конюшня была, крашу их и прибиваю. Вот 10 штук уже набрал. Вот стараюсь где-то еще найти. На счастье? На счастье. Как говорят, значит, если хочешь быть счастливым, найди золотую подкову. И прибей себе на ногу и работай как лошадь. Будешь счастливым. Уже 30 лет каждый сезон Владимир Викторович проводит в сторожке, которую построил вместе с отцом. На зиму, когда владельцы разбирают своих животных по домам, пастух отгоняет передвижной вагончик к себе во двор в елань колена. Пока животные в хлеву на тихом часе, нужно успеть приготовить сено для корма. Овцам и козам комфортно, когда сухо и жарко. В дождь их практически не пасут, ведь для копыт животных вредна влага. Поэтому забота о питомцах и их питании в период погодных катаклизмов тоже на плечах пастухов. Все зависит, как относиться к скотине. Если ты будешь к ним относиться хорошо. Я скотина это понимаю, что человек к ним относится по-хорошему, они добро это понимают. Надо за больными глядеть. Кто-то повесил нос, кто-то повесил там уши свои. Почему? Так, есть он или не есть, я за ними хожу. Пословица есть. Водить, но не дай бог за ними ходить. Так что работа очень тяжелая была, сложная раньше, ответственная была. Потому что люди с нас спрашивали хозева. За каждого козленка там или за игнока. Так как продовольствие сельских жителей раньше во многом зависело от домашних животных, то и спрос на услуги пастуха был велик. Владимир Викторович рассказывает, за одно лето в 70-е годы ему даже удалось заработать на машину. Сейчас же скот в подворьях почти не держат. Как следствие, и пастух становится профессией вымирающей. Уже больше половины поголовья овец и коз в стране выращивают КФХ и животноводческие комплексы. В будущем сезоне сторож домашних животных ждет сокращение стада в своем базу почти вдвое. Но завязывать с делом жизни даже не думает. Я тут спокойно, вы можете понять, я вот за целый день никого не вижу, и у меня нервная система, она не нарушается. Как я туда приезжаю, глянул, я это, а человек, он без этого не может, он дергается. А я тут за два дня вот и на раз, ну никого не вижу. Ну и все, у меня спокойно, все. Пришел, лег, отдохнул, поспал, поел, у меня все по расписанию. А дома целый день проработал, некогда поесть. Стригут овец два раза в год, но сбывать сырье стало почти некому. Пимакатов поубавилось, а вещи из синтетических материалов теперь популярнее шерстяных. Новохоперский район когда-то славился изделиями мастеров из козьей шерсти, но ручной труд потеснила промышленность. Количество пастухов тоже сократилось. Сегодня в районе представителей одной из самых старейших профессий осталось порядка полутора десятков человек. На улице солнечно, а у Григория Лунгу по расписанию дождь. В его теплицах своя погода. На 16 сотках фермер выращивает огурцы, помидоры, кабачки и даже арбузы с дынями. И это еще не все, что он культивирует в арктическом регионе. Дело любимое, Григорий Александрович огородник, солидным стажем, но очень хлопотное. Вот цветочек берешь и его вот так львешь, вот это, чтобы осталось сердцевином. Вот и есть после ней, вот и ищешь ту, которую надо будет опылять сейчас. Вот так происходит опыление дыни. В теплых краях эту работу делают пчелки, на севере все в руках человека. Если упустить момент и не сделать важную процедуру вовремя, дынь не будет. У Григория Александровича все получается, поэтому в теплице, в сеточках доспевают бахчевые. Вообще урожай ноябрьских дынь и арбузов он собирает с конца мая. В этом году у нас был хороший урожай, я думаю, что будет реализация. Но не было реализации. Мы в общей инвалиде только больше 500 килограмм огурцов мы им дали. Детскому дому, ну безвозмездно, конечно. Детскому дому тоже 240-150 килограмм огурцов дали. Секрет такого богатого урожая – знание особенностей каждой культуры и постоянном внимании к растениям. Помидоры отлично себя чувствуют при температуре 24-26 градусов. Огурцам комфортнее при 26-28. А еще они любят влажность, а вот арбузы нет. Именно поэтому этот полосатый сосед огурцов треснул. Земля не должна быть кислая. Земля должна быть нормальная, нейтральная, чтобы она может любую культуру выращивать. Можно добавлять и известь. Но и здесь надо аккуратно, надо взять все время, пробовать и проверять. Ну можно залу, тоже безобидно. Зала самая лучшая. Она имеет содержание и калий, и все необходимое для роста. Да, они тяжелые, что вы думаете. Здесь кисти имеют и рода, и больше килограмма. Еще одна гордость местного агронома – виноград. Григорий Лунг выращивает 4 сорта, но самый любимый – молдова. Ягоды крупные, сочные и сладкие. Знания фермера и его постоянный труд помогают собирать богатый урожай, используя минимум удобрений. Нитратов в овощах практически нет. Результаты удивляют даже лаборантов. При норме 300 – 24,7. Это считать сколько раз меньше. Это вообще не тратно. Местные арбузы, дыни и виноград отойдут уже в сентябре, а вот огурцы Григорий Александрович планирует собирать до ноября. Потом у фермера недолгий отпуск, а в феврале снова начнется посевная. Ольга Попова, Сергей Павлов, ноябрь 24. Легкий удар по спине Дима получает каждый раз, когда доплывает до бортика. Это не наказание от строгого тренера, а предупреждение. Впереди опасность, пора делать кувырок. С самого рождения парень ничего не видит, поэтому ни одно занятие не обходится без самодельного инструмента регулировки. Собрали зудочки и мяча. Так как он не видит момент разворота, он не понимает, когда совершить. Если он это будет делать на ощупь, он будет терять время, будет терять скорость. Вплоть до того, что были небольшие рассечения, ну опять же, сейчас уже человек опытный достаточно. Плаванием Дима начал заниматься 6 лет назад. В бассейн его привел отец. Позже именно он стал личным тренером. Сначала парень панически боялся. Первые заплывы, вспоминает Дима, его подхватывали у бортика. Направляли касаниями. Когда не хватало слов, чтобы объяснить разницу между кролем и брасом, тренеру приходилось буквально брать пловца в свои руки, грести его ладонями и поворачивать плечами. Теперь Дима смело набирает скорость. И уже непонятно, кто кого гоняет. Отец едва успевает нарезать круги вдоль бассейна. Три года назад Дима начал участвовать в соревнованиях. Недавно завоевал награду на летней «Спартаке» один валидов. Сейчас готовится к всероссийским соревнованиям. Не спешим выяснять секреты тренировок. Вопрос один, как он вообще все это делает. У бортиков это вот палка, вот касание. А в момент дистанции вот тросы вот эти. То есть руками тебе ничего нельзя щупать? Вот хвататься вот так вот нельзя за него. За это снимать. Главный его навигатор, объясняет Дима, собственное тело. Годы тренировок настроили внутренний компас. И теперь он чувствует любое отклонение. Знает, как правильно сгруппироваться, чтобы прыгнуть с трамплина в нужную точку. И как не сойти на чужую дорожку. Особенности, кстати, есть и в экипировке. Это самые обыкновенные очки, купленные в самом обыкновенном магазине. Взяли лак для ногтей, черный. И закрасили в несколько слоев. В таких соревнованиях обычно участвуют спортсмены с разной степенью нарушения зрения. А очки с глухими стеклами всех уравнивают. Вот здесь видно, что очки абсолютно черные. Мне кажется, объяснить незрячему человеку, что такое плыть в воде, очень трудно. Поэтому я сама на себе попробую и проплыву хоть сколько-нибудь. Единственный совет от Димы – держаться канатов. Но я сбиваюсь уже в начале пути. Разгоняться не рискую, врезаюсь в границу дорожки. От удара лбом о борт спасает только та самая чудо-палка. Это было страшно, но в самом деле. Первый заплыв слепую, грущение, будто ты пьяный водитель. И плывешь, не знаю, как будто во сне. У Димы впереди еще тренировка. До главных соревнований осталось всего лишь три месяца. Говорит только о победе. Сдержан и собран. А после перерыва медленно и на ощупь спускается к бассейну, возвращаясь в свою стихию. И та снова его преображает, делая свободным и таким уверенным. Елена Маркелова, Алексей Зарышняк и Анна Вагнер. Новости 360. В поле зрения Елены Черепановой появился тот самый поезд. Осталось дело за малым, найти нужный вагон. И вот через несколько минут она увидит своего сына. В Киров восьмилетний Влад Черепанов возвращается не просто как спортсмен, а как рекордсмен. Рады, да? Гордимся. Уже из окна Влад увидел толпу. Его встречала не только мама, а журналисты и поклонники. Поэтому при выходе из вагона спортсмен немного растерялся. Рассказывать о достижениях мальчика начала Анна Нагимова. Она всю поездку сопровождала Влада. Была рядом и во время турнира. Дети были поражены, просто-напросто поражены. То, что сотворил Влад. Все просто стояли и аплодировали его достижению. И каждый переводил это все на себя. 9 августа на сцене лагеря Артек Владислав Черепанов, инвалид-колясочник, установил мировой рекорд. За 25 минут он выжил в штангу лежа 701 раз. На минуточку сам инвентарь весил 10 килограммов, что составляет половину собственного веса спортсмена. Теперь этот результат внесут в книгу рекордов Гиннесса. Влад останавливаться на этом не будет. Впереди новые старты. Теперь будем готовиться к новым мировым рекордам. Да, будем готовиться к новым рекордам. Помимо достижений в спорте, исполнились и мечты Влада. Он впервые пролетел в самолете. Говорит, не боялся. Прокатился на катере по морю и научился нырять. А еще у него появилось более 3000 друзей по всей стране. С ними он будет поддерживать связь через письма. А пока планы приехать в родной город Советск и выспаться. Нет ничего невозможного. Просто надо идти вперед и не смотреть на трудности. Евгения Бакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин